Здравствуйте, господа и дамы ютуба, Вилен, бароновские казематы и Ума, ну и сюжет, соответственно, который у нас продолжается. Повторюсь, для тех, кто не в курсе, за кадром я сюда металась к кузнецу, и когда я сюда приехала, выяснилось, что барон куда-то свалил, А, искать лекарства для своей уехавшей, и вот тут вот мужика били, я побила тех мужиков, которые его били, там насиловали женщину, я тех мужиков тоже порезала всех, поэтому сейчас здесь у нас тихо и спокойно. А когда я пришла к капитану местных этих самых уродцев, он сказал то, что, Гера сказал, что ты в курсе, что у тебя там людей насилуют, убивают, он такой, ну а чё бы нет-то, и я такая, окей. Поэтому вот. Освещение приятное в это время мне у вас тут, однако. Здесь тут на имена в чатике жалуются, а мне, кстати, нравится имя Насти, что в длинном, в длинной версии, что в короткой. Прости. А стоило бы. Ого. А стоило бы. Ого. Меня мама хотела назвать Машей, но вмешался папой и назвал Элеонорой. Чё, серьёзно? Тебя Элеонора зовут, черри? Прям Элеонора? Ты в паспорте Элеонора? А тебя Ленкой не зовут, не? Или Лерой? Э. Посмотрите, не та дверь. Ну, Элечка же. Ну, слушай, я не во всех именах-то разбираюсь, я в их полных версиях. Да, ты ещё мою фамилию не знаешь. Ой, мне, блин, уже интересно. Шо ты раззадариваешь? Пиздишь. А меня хотели назвать Катей. Но вмешалась бабушка. Я забираю уродца. Нет такого. Сержант Ардаль разрешил. А привезёте его обратно. Скучно без него будет. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. А что? Так ведьмаки развлекаются? Лучше б тебе не знать, как они развлекаются. По борделям они ходят. Всё, мы знаем про тебя, Гера. Привет, малыш. Вот плотва. Блин, любимцов на него навешали, твари. Что за раз? Хватит долачиться, едем. Это я в школе, Сметана Викторовна. А в кругу друзей, а не тец. О, господи. У нас гости. На мельфгардских боевых конях. Чё надо? Чё надо? Чего вам надо? Император тобой недоволен. Шёл бы он. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, никого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Видел мой палец? Это средний. Не стоит. Ладно, езжай первым. Да в смысле вы Зима? Ой, долбоящеров. Когда придёт час белого хлада и волчьи пурги, не ешьте жёлтый снег. То есть во всё остальное время можно, да? Хорошо. А третья армия возьмёт Бенглиан с запада. Позвольте заметить. Разведка сообщает, что гарнизон Бенглиана почти полностью состоит из наёмников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмём город без людских потерь. Ты куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете. Император. Йеннифер. Я позвал тебя нелюбезностями обмениваться. Докладывай. Без любезностей, тем лучше. Но помни, я не твой солдат, так что не нужно мне приказывать. Ты предпочитаешь, чтобы я отдал приказ стража? Оглянись, мне достаточно кивнуть. Угерок. Слушаю тебя. Это... Этот человек ключ к поискам цири. Я даю тебе три свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело. Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапор. Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну севером, командуя десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Он, кстати, в чатике, знаете, эти правильно пишут, что его вообще не тебе везли, придурок. Вот да. Я ехала вообще по своим делам. Делала свое задание. Он меня вырвал прямо в центре и хочет рапорт. Понимаешь, дебил. Я прошел по следам, которые ты мне дал. Сперва Цири появилась на Скеллиге с каким-то эльфским чародеем. Ну, об этом Ян знает больше. Там их выследила дикая охота. Им пришлось бежать в Велен. Там их пути разошлись. Цири провела некоторое время у тамошнего барона, который... Я знаю своих ленников. Барона отправила ее в Новиград. Цири перешла дорогу новиградским бандитам, и ей пришлось вернуться на Скеллиге. Там она встретила своего товарища эльфа. И дикую охоту. Им пришлось вместе уходить в море. А на следующий день их лодку прибило обратно к берегу. И там был он. Что же? Не скажу, что эти сведения крайне полезны. В смысле? Но я вижу, вы зря времени не теряете. Не, крайне полезны. Ты дебил, что ли? Это единственные сведения, которые нас могут привести к... О, дебил! Это чучело может быть твоей дочерью. Тело умы создано проклятием. И в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование. Разослала запросы. Но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Мне Лютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю вопрос. Да. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересует. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половина условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь Цири. Две тысячи. Господи, я только что за накеров 500 рублей получила. А-а-а! Я бы на это не рассчитывал. Это не просьба, Геральт. Это приказ. Ну, да как? И я очень тебе советую. Не пренебрегай им. А то что? Аудиенция окончена. До свидания. А, ну, оконченную аудиенцию я переживу, да. Господи, блин. Не, конечно, по сравнению с Родовидом, МГР просто лапонька, да. Но, блин, как он бесит иногда. Куда подевался твой ехидный юмор? Ты была покорна, как студентка Ари Тузы в кабинете ректора. Я просто знаю, когда стоит придержать гордость и слушать. А то есть со мной не надо, да? В отличие от некоторых. То есть... А, я понял. То есть ты показываешь мне когти, потому что я простой ведьмак. А... Послушай, Геральт. Ты действительно хочешь это обсудить? Сейчас? Да! Давай ссориться в более подходящее время. И в зале, где меньше ушей. Ну, вот это да. Ой, господи. Лицемерка! Так как мы снимем проклятие суммы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт, прости, но я не сумею перенести тебя суммой и платвой, так что... А без платвы? Ничего страшного, я поеду вверху. Никогда не любил телепортов. Бережи себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Чатик негодует, короче. Да. Не, я могу и понять, потому что, ну... Я поехала. Лишний раз открывать Прим Гэри, это себе дороже, потому что он что-нибудь ответит, потом ты ему ответишь, потом еще это 10 слов, лучше промолчать. Но, блин. Почему она только мне мозги уносит, а? Мне кажется, она от этих споров сама кайф получает. Да, блин, она, по-моему, даже где-то говорила, по-моему, об этом. Ой... Каэр Морхен! Ура! Наконец-то! На сто тридцатом часу игры! Каэр Морхен! Белохвосты у самого замка? Что-то ребята расслабились! Дом, милый дом! Нам нужно срочно добыть молоко и яйца, если вы поймаете о чём я. О, того ветка принесло. Долго тебя не было. Долго. Как дорога? Пару миль назад видел велохвоста, а так всё спокойно. Только пассажир всё время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации. Глаза, уши, ноздри, зайчья губа. А это... Тише, тише! Вот холера, права была Ена. Не красавицам, конечно. Да ты не многим лучше выглядишь. Где ты так и сгвоздался? А, это я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать. Не то они в конец рассыпятся. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет. Йеннифер нашла им более важное занятие. Йен уже здесь? Так у неё телепорты. Здесь, здесь. Ещё как. Она за секунду. Вы поссорились? Геральт. Я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на неё не распространяются? Во! Дело говоришь. Телепортировалась и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Ну, тут я её понять могу, на самом деле. Вот здесь бы я, наверное, на её месте поступила бы... Ну, если не так же, но кровать бы точно поменяла, да. Так что задумала Ян? Хотел бы я знать. Она не объяснила? Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Может, у неё есть на то причины? Конечно, есть. По крайней мере, одна. Она что-то там себе решила и не хочет, чтобы мы мешали. Выкидывать с балкона чужую кровать, моветон. Ну... В какой-то степени, да, но, блин. Хорошая была кровать. Я ей тоже самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что... А-а-а... Тогда понятно. Ну да. Или ей просто не нравится дубовая мебель. Ну ладно, так где все? Эскель охотится на вилохвостов. И так нужно извести, пока не расплодились. Ну а Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Йен? Собирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. А я, по всей видимости, достаточно молода, да? Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею. Угу. Вот оно, различие между женщинами и мужчинами, понимаете? Мужики дойдут до подковыристого смысла только вот, если случайно зацепят под корку. А женщины прям до нутра сразу докапываются, понимаешь? Моментально. Помочь Йеннифер починить мегаскоп. Так, давайте сперва поговорим с кем-нибудь другим. Поговорим с Ламбертом. Пойдемте туда. А, хотя нет, вот здесь я скиль. Помочь ему поймать велохвост. Давайте лучше сперва с Ламбертом перетрем. У нас, кстати, да, в Кайр Морхене еще должен быть лето и... Как его звать-то? Девчонку-то... Кейромец. Во. Погазине, кстати, тусуют. Их можно найти? Потому что на мир надо проще смотреть. Ну, знаешь... Иногда ваша мужская простота больше проблем приносит, чем наша женская подковыристость. Они потом придут. А, ну ладно. Куда я иду вообще? Ну я же нажимаю, Геры. Гере насрать. Хорошо, ладно. Чувствую, пойдем мы к эскилю. Отащи потом ту кровать. Рядом с ней можно кое-что найти. Я даже знаю, что. Я только не знаю, где эта кровать. Это как-то в обход надо пехать будет. Так, а как было? Да, блин. Подожди. Это должны быть следы Эскеля. В последнее время никто кроме него из замка не выезжал. Иди куда? К эскилю я. Куда я? Ну кламберт у меня что-то там непонятно пока как пройти. Хоть с эскилем разберемся. Найди в сарайчике мешок с запиской о Берингаре. Отсылка к первой части Ведьмака. А я не играла в первую часть Ведьмака. Я ее смотрела одним глазом, потому что слишком уныло было. Так что мне сильно это не меняет. Ну, если по пути будет как-нибудь там, может и найдем. Я смотрю, ты не спешишь, да? Мне кажется, платва стареет. Да, такая стареет. Ух, я аж назад смотри. Пошла. Она устала просто. Севен хотят иде... Люди хотят идеальное прохождение, а Севен не фонат. Да. Ну, я не настолько, понимаешь. Болею Ведьмаком, чтобы прям вот с пеной у рта все записки найти прямо в нужный момент, обязательно до вот этого квеста. Ну, нет. Стоп, стоп. Отдохни. Куда ты сюда свернула? Животня, давай. Эскель. 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 Ты где? Ты как-то очень странно передвигаешься, Эскель. А вот и лошадь, кстати. Ну, вся жизнь. Конь. Как там его? Василек? Экрасное создание. Васенька! Вазилий! Ты ж красивый конь. Черненький. Гнедувай прям, а-а-а. Хотя гнедуй-то не всегда черненький, как ни странно. Эскель разбил лагерь. Должно быть собирался побыть тут подольше. Улучшенное масло против драконов? Ну что? Физерков, привет. Настроение замечательное. Идем по сюжету. Вот в Кайр Морхен только что приехали. Красота. Так. А вот. Следы ног и козьих копыт. Интересно. Камни. И след обрывается. Замечательно. Улетел, что ли? Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла. Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. Что-то, что пахнет козлом. Действительно, чтобы это... Геральт не... Ладно. Я промолчу, ладно. Что же тут пахнет козлом? Что же это может быть, господи? Кусочки содраной коры. Похоже козел и аскелетерса от дерева. Клок шерсти. Ух, точно козьим. А вот и следы эскеля. Нос меня не подводит. По-моему, пора мазаться маслом. Ах, господи, Геральт. Иногда такой Геральт. А, у меня же против драконидов так ничего и не было, да? Ну, не считая того, что я только что подняла. Точно. Вот против драконидов у меня как раз таки масла пока нет. А вот и козел. Колокольчик! Не сам же он привязался. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. Ой, да. Дабы велохвоста приманить, колышку козу вервием привяжи. И среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарии брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Тебе столько же лет, сколько и мне, обалдуй. Рад тебя видеть, наконец-то. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? По-старому. От утопца к утопцу. И все? Я простой ведьмак. Не сражаюсь с драконами, не братаюсь с королями, не сплю с чародейками. Не то что некоторые. Впредь постараюсь только спать с чародейками. Не сомневаюсь, что это самое приятное. Хотя надо думать не самое безопасное. Поговаривают, Эскель, что ты найдешь себе рыженькую. Да добил! Что-то он как-то на земле казался меньше, если честно. Куда? Стой, крылатый. Слышь, дракон недоделанный. Да, конечно, ага. Терпеть не могу, когда они так делают. Потерял много крови. Ой, блин, просто. Артерия перебита. Кровища-то светлая. Далеко уже не улетит. Не боишься оставлять коня внизу? Вдруг Велохвост его подерет? Какое там? Василек, боевой конька Эдвенских кровей. Он справится, если что. Я рассказывал, откуда он у меня? Нет, наверное, нет. Как-то спас я одного рыцаря жму. Там, понимаешь, лес, ночь, волки, как всегда. И говорю ему, дашь мне то, что Тому заставит. Но ребенка не было, зато как раз кляча у него ожеребилась. Эскель и Василек связаны предназначением. Невероятная история. Смейся, смейся. Ты просто завидуешь. Конечно. Блин, смотри, какая красота. Офигенно. Такая прям красота. Слушай, Эскель, мы прямо на свидании с тобой. Не иначе как. Так, подожди, что ты там не увидел-то? Что надо-то, Тегеры? А, во. Промпта фоткай. Да, сейчас бы фоточка от Промпта не помешала. Здесь он приземлился. И не слишком ловко. Смотри на следы. Он, похоже, сломал крыло. О, волочек. Здесь стоит осмотреться. А здесь это где? Снаружи или внутри? Скорее всего, внутри, конечно. Ну ладно. Кажется, смылся в логово. И хорошо. Оттуда уже не убежит. Снаружи или внутри, XL. Кажется, смелюсти. Д окреп factual. Так, что-то пока что не пахнет даже. В Кайрморхине, по-моему, большая часть волчьих доспехов, да? Не считая тех, что мы уже нашли. Ух ты, господи, дурак напугал. Ну хорошо, собери ликвар и пойдем отсюда. Режь сзади, сразу под черепом. Может еще подскажешь, какой стороной ножа резать? Вот это ты, острый. Давай быстрее. Сама простота, я скинь. Блин, я скинь хорош. Красавчик. Так, где мой сад, слышь? Причем таким доб... О, господи. Добрым таким гостом, спокойным. Вот это и острый, ну, режь. Гер, ну что ты? Слушай, эскиль что-то прям... Он мне ничего не нравится. Не забудь козью отвязать. А можно? Вспомните бы, где она была. Здесь же только один сундук, да? А не помню, вот и проверим. Ну, отлично. Время экспериментов. О, как-то так получилось. Слушай-ка, а может сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее, Плотва или Василек? Что скажешь? Не знаю, уже сраные скачки, ну ладно. Тоже мне испытание. Я бы тебя на хромой свинье обогнал. Ладно, почему нет? Сам ты хромой свинья! Кто первый в Каэрморхене, тот лучший! Ой. Уже кившись нельзя. Давай, Плотва, докажи, что ты не хромая свинья. Музыка какая-то безрадостная. Сейчас что-то какая-то дичь случится и все. Еще бы Плотва сама нормально бежала бы, не мотыляла бы ее. Здесь энергии лошади хватит до замка доехать. Смотри, шею не сверни! Пошел ты. Давай, Плотвичка чуть-чуть дожать осталась. Не подведи меня под самый финал, как ты это очень любишь делать. Я тебе говорю, не подведи меня под самый финал, лошадь тупорылая! Ну, наконец-то. Я тебя заждался. У меня седло сползало. Ага. Плохой балерине пачка мешает. Сам ты балерина. Только холера верховая. Тебе полагается какая-нибудь награда. Если ты настаиваешь. Держи. И годится. На глаза-то добрые. Ух, аж даже левел получили. Пошлите, пошлите. Нет такого слова. Если только это не предложение и не призыв к действию. Пойдемте. Сапоги горного народа. Да, ведьмаку, конечно, который собирает ведьмачий сет. Это очень-очень-очень надо. Пойдемте попробуем. Найти Козю и освободить ее. Где там Булта? Я потерялась, короче. Как мы там шли-то к этому месту? Где она там была? Ты думаешь, мы ее теперь найдем? Я помню, мы куда-то поворачивали. Куда-то налево. Куда там мы поворачивали? Вот она, нет? Да, не помню. Я помню, мы куда-то в холмник въезжали, а там какие-то, да, руинки, мини-руинки были. Вот отсюда налево. Вот отсюда налево, я помню. А вот руинки. Сейчас найдем Козю, короче. Я же ведьмак, блин. Я же тут самый следопыт от бога. Следов Эскеля нет, не осталось. Где-то, по-моему, тут налево мы поворачивали, нет? Налево, направо. А, подожди, подожди, подожди. Отдохни. Здесь козел был. Точнее, запах козла. Где-то вот тут по дорожке тихо. А вот и полянку. Козенька, ты где? Козенька. Козя. Козей нету, слушай. Это Кустик, это не Козя. Козя не осталось, как и следов. Эх, печалите. Видима, я Козя. Видима, я Козя отвалилась, короче. Очень жалко. Может, выше? Не-не-не, это было тут. Она, короче, вернулась домой, я верю в это. Она жива и невредима. Давай, Платва. Даю, сказала она. И вот. Пошла. Ну че, я пыталась. Не виновата. Ну, вот этот звук копыт по дереву, конечно, офигенен. Так, все, отдыхай. Мне нужен ламберт. Кьен пойдем в самую последнюю очередь. Ламберт, ламберт. Хрен моржовый. Где-то есть-то. Вредный. Сперва надо было дверь обязательно поцеловать, да? Прежде чем ее открыть, Гера. Я понимаю. У тебя свой ритуал. Где там кровать-то у нас была? Ну, где-то вот около стены она должна валяться, да? Но не здесь. Где там наши комнаты? Хотя вот, вроде, окна вот они. Слева кровать. В смысле, слева. С какого лева? Конкретика, чатик. Слева от чего? Слева от входа. Вот, это уже лучше. Так, вот вход. Вот лево. А вот кровать. Так, и что? И где? И как? И о! Сережка Трис? Хорошо, что ее нашел я. Отдам ее Трис. Хорошая кровать была. Тут открывается? Нет. Господи, даже здесь закрытые двери. Ну, как так-то? Как можно просрать вот в такой кровати сережку и не найти ее? Как просто? Чародейка, блин. Подсказка, чата. Ну вот там вот, ну вот там же, ну. Да-да-да. Ясно, понятно. О, не скит. Ого. Крупная тварь. Ого. Месяц я его выслеживал, но все-таки завалил сухина сына. Поздравляю, и все-таки не могу не спросить, зачем тебе его тело. Хочешь сделать чучело и повесить над камином? Хорошие мысли. Но сперва я закончу вскрытие. Слушай, смотри, умный Эскель не просто убил, привез голову, получил награду, а прям изучает. Красавчик, мыслитель. Позвольшь взглянуть? Хочешь вас дать ей последние почести? Нет, спасибо. Ты режь, а я пока что-нибудь съем. Давай осмотрим его голову. Длинные усы. Выдающаяся лобная доля, но это нормально. Длинные уши и серьга. Ого. Я такое видел. Этот вид любит блестящие штучки. Как галки. Так, а в пасти желтые тупые зубы. Одного верхнего и нижних резцов нет. Эскель не дура. Белка не дура. Блин, это все-таки фраза. Она теперь прям одна из коронных, да? Вторая серьгатрис. Чатик, что ты делаешь? Студенты припод в морге. Ну да, кстати. Ну как, есть что-нибудь интересное? Фрагменты непереваренной пищи. Похоже, тут запас лет за десять. Человеческие волосы, пяшка, кремня, бдяки и золотое кольцо. Сапашины, видать. Не хочешь Йеннифер подарить? Если почистить, будет как новое. Нет, спасибо, она носит только серебро. И зря. Все остальное вполне обычно. За исключением печени. Похоже, он имел слабость в крови пьяниц. Кольцо Трис. Так, спасибо, чатик. Отличные когти. Дюймов пятнадцать. Они растут у них всю жизнь. Этому было лет сто, сто десять. Ноги мощные. Особенно икры и стопы. И я тебе скажу, быстрый он был, этот ублюдок. Вот он здесь, через миг там, все время в тени. Я едва мог его разглядеть. Как ты его сделал? О, долгая история. Потом как-нибудь расскажу. А там волосы в желудке не рыжие. Думаю, я увидел достаточно. Старая особь. Опытная. Было бы здорово научиться понимать возраст катакана по следам. Чтобы не наткнуться на такую вот зверюгу без подготовки. Это правда. Но давай займемся этим потом. Увидимся. А про Белку это надо Девинти Оригинал Син 2 смотреть. Там был диалог с Белкой. И Белка такая, а Белка не дура, не? И это получилось как-то все очень весело и упорно. Так, а где, простите... А, во, Весемирушка. Весемир? Я тебя слышу, но не вижу. Вот. Давай с тобой еще переговорим. Да? Что такое? Я виделся с Энгиром. А есть на свете еще какие-нибудь коронованные головы, которых ты не видел? Несколько. Будем надеяться, что так все и останется. Помнишь первую войну с Нильфгардом? Битву под Соденом? Весь север сражался вместе. Тимерия, Редания, Кадвен и Айдирн. А чародеи были героями. О них песни складывали. Мало что осталось от того мира. Что, все что ли? Ну ладно. Пока. Пока все. Мы можем поговорить? Чем я могу тебе помочь? Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Ага. Я тоже так думаю. Ламберт, ламберт. Что там? Эликсиры валишь? Нет. Самогон из очистков. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа Чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказал, это нужно, чтобы снять проклятие с этой вашей уродины. Ты знаешь, что это, и как ты выразился, уродиной, может быть Цири? Угу. Я слышал. Так может, проявишь немного сочувствия? Я называю вещи своими именами. Такой уж у меня характер. Херовый? Я думал, тебе нравятся вредные. Только женщины. О, да. Тогда ты нашел лучшую. Ну, хватит об этом. Круг стихий ждет. Звучит не слишком восторженно. Потому что я не в восторге. Ты хорошо знаешь, что путь к кругу нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну, со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Ну что, ты готов? Ну, вообще, пойдем, конечно, но надо бы Сирию для Ютуба закончить. Так, чтобы по-красивому было. Поэтому доделаем кое-что. Подожди минуту, доделаю кое-что и пойдем. Ага. Валяй. Д-д-д. Валя, раздражающий. Хоровый. Никакая разница вообще. Что за цензурные варианты, а? Ну ладно. В общем, мы дошли до Кайр Морхена, наконец-таки. И, в общем-то, впереди у нас исцеление умы. Может быть, по пути, где найдем яйца и молоко. Неплохо бы, так сказать, подготовить Геральта к страшному. А пока что говорю Ютубу спасибо за внимание и до встречи в следующей серии. Спасибо. Спасибо.